А вы знали, что если грамотно развесить постеры, картины, детские рисунки или фотографии, то можно существенно изменить вид комнаты, расширить пространство, увеличить высоту потолков, добавить динамики? Нет? Сейчас расскажем. Подготовка и выбор места. Для начала выберите место, куда вы планируете повесить картины или фотографии. Лучше, чтобы это была просторная стена с минимумом мебели. И первое правило дизайнерского клуба – прежде чем покупать рамки и вбивать гвозди, определите с помощью малярной ленты, как будет смотреться композиция. Еще один способ – вырезать из картона кусок размером с картину и приложить к стене. Высота и расположение. Когда мы говорим о высоте размещения, то самое простое – центр картины должен находиться на уровне глаз. В среднем это примерно 150 см от пола. Существует и так называемый музейный вариант развески картин. 152 см от пола до серединной линии. Небольшие картины и фотографии можно повесить чуть ниже, чтобы их было легко рассмотреть, более крупные – выше, примерно на высоте 160 см от пола. А если вы вешаете картину над мебелью, например, над диваном или кроватью, оставьте расстояние в 15-25 см от верхнего края мебели до нижнего края картины. Или вы планируете расположить изображение над обеденным столом в кухне или гостиной, то учитывайте высоту стола и сидящих за ним людей. Нижний край картины должен быть на уровне глаз сидящего человека и находиться на 10-15 см выше стола. В спальне картины обычно вешают над изголовьем кровати. Стандартная высота составляет 160 см от пола. Не располагайте картины слишком близко к потолку. Лучше оставить немного пространства между верхним краем картины и потолком, чтобы не перегружать верхнюю часть стены. Советуем также избегать очень больших картин, которые могут доминировать в пространстве и визуально уменьшать его. Группировка и композиция Если в планах разместить только одну большую картину, то выбирайте акцентную стену, например, над диваном или кроватью. Еще один несложный вариант – когда нужно развесить несколько изображений одного размера. Их можно разместить в один ряд на равном расстоянии друг от друга. Расположив их вертикально, вы визуально увеличиваете высоту комнаты, а горизонтально, соответственно, расширяете пространство. Если же у вас несколько изображений разного размера, попробуйте составить гармоничную композицию. Она может быть симметричная или асимметричная. Например, вы можете расположить несколько картин в форме квадрата или прямоугольника, оставляя между ними равное расстояние в 5-10 см. Для асимметричной группы начните с самой большой картины. Можно повесить ее в центре или сбоку, затем добавляйте изображение поменьше вокруг нее. Если группа картин будет находиться над мебелью, то не забывайте про параметры дивана, стола, кровати и так далее. Оптимальная ширина картины или группы изображений равна 75-90% от ширины мебели. А бывает так, что нет возможности повесить картины или постеры, но очень хочется. Используйте длинную полку или комод или поставьте на пол. Расставьте самые крупные работы, они станут основой. Перед ними расположите рамки поменьше. Обратите внимание, что изображения должны быть разного размера и не закрывать друг друга. Еще небольшой лайфхак. Если вы хотите создать ощущение расслабленности и покоя в доме, то располагайте картины разного размера так, чтобы нижние края рамок находились на одной линии. А чтобы добиться наоборот ощущения движения, энергии, поместите на одной линии верхние границы рам. Фотографии близких, любимые картины, яркие постеры – это все делает интерьер уютнее и домашнее. Поэтому призываем не прятать дорогие сердцу изображения и пробовать различные композиции.